Здравствуйте! В прямом эфире программа «Тот еще вечер» в студии мы ведущие этой передачи Андрей Крылов. И Наталья Азмага. Как-то очень необычно, по-особенному, в силу известных событий в Кемерово, звучит сегодня это слово «здравствуйте». Тем не менее, я искренне желаю всем и каждому, кто нас смотрит, именно «здравствуйте», «будьте здоровы». Сегодня у нас не совсем обычный формат нашей программы. Мы решили провести передачу в формате круглого стола и собрать здесь, за столом, в 12-го канала, в студии специалистов, профессионалов своего дела, которые каким-то образом, так или иначе, могут напомнить о правилах безопасности. Вот, мы решили, что тема будет иметь простое, обыкновенное и понятное название. Открытый урок, потому что то, о чем мы будем сегодня говорить, действительно требует обучения, а может быть даже напоминания. Итак, звонок. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Открытый урок начинается. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Заведующий кафедрой безопасности жизни, деятельности и гражданской обороны Омского государственного университета имени Федора Михайловича Достоевского. Этим вечером вместе с нами Рада Маевская, координатор поисково-спасательного отряда Лиза Алерт. Здравствуйте, Рада. Напомню для тех, кто может быть не знает, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кимерово случился пожар, при котором погибли десятки людей. И одна из таких весомых цифр, чисел, это детские жизни. Нам не хотелось бы говорить, не то, что не хотелось бы, но мы не о событии будем рассказывать, что произошло, хотя так или иначе от этого мы никуда этим вечером не уйдем. Но нам бы хотелось бы с вами, как со специалистами, поговорить, как упасти своих детей, себя, вот от того, чтобы в мирное время взять и не погибнуть, чтобы в мирное время отец троих детей остался ни с чем на 40-м году своей жизни. Понимаю, что об этом трудно говорить, но, господа, об этом нужно говорить. Но вот кто из наших сейчас телезрителей знает, где в это время находится их малолетний сын? Вот именно в это время, где, в каком месте находится малолетний ребенок, несовершеннолетний? Может быть, это опасное место? Вот мы отпускаем детей на улицу, дальше, ну что там, они гуляют, а как они гуляют, с чем они гуляют? Ведь, согласитесь, это, наверное, Наталья, к вам вопрос, дети иногда врут своим родителям. Да все нормально, а оказывается, ненормально. И где-то на стройке, и где-то в подвале, и вообще там, где... Не положено. Не положено, скажем так, мягко. Да, я хочу, прежде чем вы начнете отвечать, и обсуждать мы этот вопрос будем, я напомню, телефон в студии 695-644, если у кого-то есть свое мнение, либо кто-то хотел бы высказаться на эту тему. Мы сегодня решили отказаться от традиционного голосования, потому что, ну, здесь нет какого-то вопроса. Разночтения быть не должно. Итак, Наталья, детский психолог, чем может помочь родителям, чтобы уберечь своих детей от такой нестандартной, нехорошей ситуации? Или вы боретесь с последствиями? А, ну, здесь все уместно, и последствия, и как уберечь, то есть ваш вопрос актуален в обе стороны. Ну, начну с того, как уберечь. Вот вы очень, как бы, правильно в тему в яблочко говорили, что не все знают, не все информированные родители, где сейчас находится их ребенок. Ну, может быть, маленькие дети совсем там, первый-второй класс родители информированы, но чуть постарше, когда предподростковый, подростковый возраст, ребенок начинает претендовать на самостоятельность, и вот здесь вот появляется вот это детское подростковое вранье. И родители поэтому не всегда могут контролировать ситуацию. И вот здесь, да, уместны определенные рекомендации родителям, чтобы уберечься вот от таких неожиданностей, что мы не знаем, где находятся наши дети. А это опасно. Да, а это опасно, и чтобы вовремя мы могли оказать помощь своему ребенку, если вдруг это понадобится. И так, рекомендации. Рекомендации. Дело в том, что когда наши дети нам лгут, нам, родителям, тогда, когда в ответ на ту правду, которую они нам говорят, в ответ получают негатив, критику, наказание, какие-то неприятные для себя последствия. Ребенок сказал, я был сегодня на стройке, мы играли в казаки-разбойники, условно говоря. И тут же получил, да, и тут же получил, ты, как ты мог, ты знаешь, это опасно, вот смотри, вот в следующий раз, да не дай бог, да ты будешь дело иметь со мной. Естественно, ребенок в следующий раз пойдет на стройку опять. Но не скажем. Только родители об этом уже знать не будут. И будут потом, если что случилось, искать и день, и два, и три по всему городу. По всему городу. Поэтому вот такая реакция, она, конечно, родители, перепуганные тем, что ребенок был в опасном месте, пытаются уберечь, вот таким неуместным способом. И вот здесь, ну, какая желательная реакция. Нравоучение совершенно неуместное. Но сказать свое отношение так, стройка это опасно. Ты можешь погибнуть. Сказать о последствиях, да, но, но, вот здесь один такой момент. Не надо говорить о последствиях, которые грозят ребенку. Потому что дети не верят, что... Это может с ним случиться, с кем угодно, с кем угодно, в кино, в блогбастере, только не со мной, только не моей семьи. Нет, 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 он скажет, ой, господи, да что со мной случится? Он эти слова даже не слушает. Нужно говорить о последствиях, о себе. Я как буду жить без тебя? Ты представляешь, что со мной будет? Да я умру сразу, сразу умру. И баба умрет, и папа умрет, и я умру. Вот, ну, вот не надо этого с собой делать, потому что тогда будет у нас у всех горе. Горе. Да. У нас у всех будет горе, потому что ты ценность, ты любим. Без тебя вообще жизни никто здесь вот в твоем мире не представляет. И поэтому ты иди, иди, да. Только соблюдай, пожалуйста, технику безопасности и будь на созвоне. И, пожалуйста, информируй меня, где ты, зачем ты, с кем ты, когда ты. Родитель обязательно должен быть информирован. Это то, что строго необходимо. И тогда ребенок не боится реакции родителя. И если вдруг нужна какая-то помощь, в первую очередь он обратится за помощью к родителю. Он сразу будет на созвоне. Потому что, да, извините, потому что он будет знать, что когда он позвонит, ему не прилетит, а его сначала спасут. Ну, а потом уже, наверное, будут разбираться. Ну, вот мы говорили сейчас о маленьких детях. Ну, согласитесь, Санислав Александрович. Вы работаете со студентами. Да, я работаю со студентами. Мы, взрослые люди, иногда рассуждаем точно так же, как малые дети. Это может случиться с Иваном Ивановичем в семье, но только не со мной. Это что, национальная особенность отношения к своей жизни, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Что у нас в доме, вот пусть каждый задаст себе вопрос, что у меня есть в доме на случай пожара. Но в лучшем случае, мажливая повязка от кашля. Всё. Больше нет ничего. Ваше мнение. Я должен сказать, что немного по-другому. Потому что, где бы ребёнок ни находился, или даже взрослый человек, какой бы точке страны у них находился, он должен быть всегда защищён. Всегда. Сейчас речь идёт о пожарной безопасности. И я должен сказать, что каждая организация должна иметь систему обеспечения пожарной безопасности. И любой человек, который заходит, сразу должен определить, как здесь поставлен этот вопрос. Как театр начинается с гардероба, так и любая организация должна начинаться по вопросам пожарной безопасности с пожарного шкафа. Если вы пришли, посмотрели, что там не обозначено, нет ключей на этом пожарном шкафу, это говорит о том, что здесь вообще этому вопросу не уделяется. И здесь не только ребёнок, но и взрослый человек будет подвергаться риску именно пожарной безопасности. Да, наши плохие нормативные документы, возьмите даже этот пожарный шкаф, он всегда предписывает, должен быть закрыт. Почему? Зачем? Он должен всегда быть открыт, чтобы всегда воспользоваться первичными средствами пожаротушения. И я вот обращаю внимание взрослых, будьте бдительны, заходите в детский сад или ещё какое-то учреждение со взрослыми, или как у нас со студентами. Обращайте на это внимание, как в этой организации она относится к обеспечению пожарной безопасности. Ну вот вы знаете, мы хохочем, когда у нас пожарный щит, там топор, багор, ещё что-то. Но тем не менее, вот то, что в интернете сейчас пишут очевидцы вот этих несчастья вот этого в Кемерове, да, если бы там был бы топор, либо багор, они бы эту запертую дверь могли бы вскрыть. Но его не было. И как бы мы ни смеялись над вот этими старыми приспособлениями пожаротушения, оказывается, что иногда они спасают жизнь. Именно топор, багор и песок. Напомните ещё раз вот правила, допустим, если мы вот находимся в торговом центре в каком-то... На что мы должны обратить внимание? Что бросится нам в глаза? Иначе не ходить в этот торговый центр. В любом месте, где бы вы ни находились, вы всегда должны оценить, есть ли запасной выход, куда можно уйти. И если вы идёте в детскую игровую площадку, и этот коридор продолжается 50 метров, вы не видите нигде запасного выхода, это говорит о том, что вы попали в ловушку. 50 метров? Может, 50 метров, может быть, чуть больше. Но вы же были в наших... Были, да все веземы были, конечно. В том же континенте. Посмотрите, как это обеспечивается, пожарная безопасность. Потом у нас принято, что две противоположности. С одной стороны, если мы обеспечим пожарную безопасность, с другой стороны, считают, что если мы откроем запасные выходы, это будет предпосылка для воровства. Так что на весы поставим, то, что украдут какую-то вещь или жизнь человека? Я не думаю, что из этих умолов... Сколько мы не добиваемся, чтобы всегда запасные выходы были оборудованы электронными замками, чтобы с одного пульта взял, нажал и всё было открыто. К сожалению, такого нет. К сожалению. И даже у нас в университеты мы тоже приходят, заведующий хозяйство с утра открывает все двери, и тогда только начинаются занятия. Я думаю, что самое время послушать... Телефонный звонок, да. Мы связались с Денисом Охрамовым, руководителем пресс-службы регионального управления МЧС по Омской области. Денис как раз поведает о том, как же должны быть оборудованы такие торговые центры. Давайте послушаем. В объектах с массовым пребыванием людей устанавливаются специальные системы противопожарной защиты. К ним относятся автоматические системы тушения пожара, которые могут в себя включать спринклерные и дренчерные системы. Помимо системы автоматического тушения пожара, есть автоматическая система оповещения людей о пожаре. То есть при отрабатывании датчика пожарной сигнализации сигнал поступает на речевые сигнализаторы, которые оповещаются здесь, которые находятся в помещении комплекса о том, что необходимо толкнуть опасную зону. Как правило, такие системы защиты находятся на обслуживании у специализированных организаций, которые имеют лицензию на данный вид деятельности. В случае, если, находясь в месте с массовым пребыванием людей, вы почувствуете запах дыма или вдруг сработала система оповещения людей по пожаре, необходимо срочно подкинуть помещение. Это самое главное. Если запах дыма, но сигнализация не срабатывает, нужно обязательно сообщить об этом персоналу торгового комплекса либо место, где вы находитесь, о том, что такой запах есть. И принять все меры по оповещению людей и самостоятельной эвакуации. Если же сработала пожарная сигнализация, незамедлительно нужно выходить. При выходе следует пользоваться информационными указателями. Как правило, это белые стрелки на зеленом фоне, надписи, которые гласят, что здесь находится выход. Таким образом, они всегда приводят к эвакуационному выходу. В сложившейся ситуации, мне кажется, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Мы сами должны прежде всего заботиться и о себе родных, и о своих детях, и о своих внуках. – Станислав Александрович, еще такой вопросик. Электрические двери, которыми сейчас оборудованы торговые центры, которые сами открываются, закрываются, они, как правило, блокируются в случае пожара. Как с этим справляются? Либо нет нормативов каких-то по поводу этих дверей? – К сожалению, я не могу сказать, если они заблокированы, но, как правило, они сделаны из стекла. Это можно любым предметом разбить, но обеспечить себе выход в безопасную зону. – То есть, вот как раз пригодится тот западный зон. – Допадный зон. – Это должно быть оборудование, первичные средства пожарного тушения, в том числе и пожарный инвентарь, которым можно было выйти в безопасную зону. – Рада, этот вопрос к вам. Что должно быть в арсенале у взрослого человека, чтобы поместить на маленького человека, чтобы он не потерялся, чтобы он не заблудился? Вот мы же тоже открываем дверь квартиры, он выходит из подъезда, и это для многих детей в зависимости от возраста, это тоже неблагоприятная, скажу так мягко, а так, может быть, грубо опасная среда. – О чем должны позаботиться родители? – Во-первых, я сначала продолжу мысль Натальи о том, что самый действенный способ защитить своего ребенка – это быть ребенку другом. Тогда любой контроль со стороны родителя – это будет не контроль для того, чтобы наказать, а для того, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке. И это определенная культура в семье, которая несется через родителей. То есть если родители друг другу звонят и говорят, если мы можем в любой момент позвонить своему супругу, бабушке, и спросить, где ты находишься, да, ты, пожалуйста, доедешь, позвони мне. Это становится культурой семьи, и ребенок не воспринимает это как тотальный контроль. То, что касается требований к одежде ребенка, мы должны понимать, что на ребенке всегда должны быть по возможности светоотражающие полоски, либо на рюкзаке должны быть какие-то светоотражающие маячки. Это касается проезжей части, чтобы не сбило, не… Да, да, потому что у нас, к сожалению, дворы не всегда хорошо освещены, и проезжая часть тоже, и таким образом ребенок всегда будет заметен. Дальше то, что касается носимых устройств и ситуации, когда мы хотим знать, где находится ребенок, прогресс не стоит на месте. И сейчас в любом интернет-магазине можно купить умные часы для ребенка, которые будут снабжены GPS-датчиком, и мы можем через приложение видеть, где находится наш ребенок. Мы можем установить контрольные зоны, покидая которые, мы будем получать оповещение. Это очень удобно, и если ребенку правильно, опять-таки, это преподнести, как нежелание контролировать, да, как беспокойство, то дети это воспринимают нормально, и это хороший действенный способ. Вот сейчас может показаться, что мы говорим о том, что опасность нас подстерегает на каждом углу. По сути это так. По сути это так. Давайте не будем сейчас вот играть в, ах, безопасная среда, ах, мы вот заходим, и нас тут ждут, и все нормально. Не все нормально. Ну вот я уточню для телезрителей, Рада, она координатор поисково-спасательного отряда Лиза Алерт, да. Да, этот отряд появился довольно-таки недавно в нашем городе. Да, в Омске в феврале мы объявили. И вы как раз занимаетесь поиском детей, да, и взрослых. И детей, и взрослых. Я вот сейчас вот нашла информацию, что в Кемерово как раз обнаружены живыми пять человек из числа считавшихся пропавшими без вести во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Вот сообщает Главное управление МВД России по Кемеровской области. То есть, по сути, вот надежда, она все-таки есть, да, и даже в таких вот пожарах находят все-таки живых. У нас заявка не будет. Есть ли ваш отряд в Кемерово, и чем они сейчас занимаются? Отряд в Кемерово есть, существует достаточно давно, и мы по возможности, конечно, стараемся помогать в любых ситуациях. Да, мы не обучены действовать в техногенах именно, в катастрофах, но какую-то посильную помощь, ну, как, например, недавно в Курске, 17 марта, когда был большой снегопад, и на трассах просто застряли люди, наши волонтеры ездили, эвакуировали женщин, детей, помогали вытаскивать машины. То есть, мы не только поиском занимаемся, но и оказываем посильную помощь там, где можем. Ну, так или иначе, мы сегодня говорим о детях и как им спастись, уберечь себя. Это наша забота вот в этой агрессивной среде. Но мне кажется, что наши дети уж чересчур доверчивые, особенно вот эти вот домашние, вот такие, которые при слове «попа» падают в обморок. Ата-та, ата-та, по попке это называется. Вот почему-то подошла какая-нибудь тетенька, либо дяденька, и ребенок с ним пошел. Остановилась машинка, а давай мы с тобой вот, ну, проедем, я тебя к дому подвезу, да? И они садятся, и такое впечатление, что растет абсолютно непуганное поколение. Это, наверное, и к вам, Наталья, вопрос, и к вам, Рада. Что происходит? Ну, я бы не совсем сказала, что непуганное поколение, а те, кому нужно увезти ребенка, если мы говорим вот об этой сфере, да, уводят ребенка, когда, то это люди, скажем так, действуют с хорошей такой психологической направленностью. Они чаще направляют на доброту, не на доверчивость, а на доброту. Пошли спасать щенка, пошли, значит, я покажу тебе котенка, которому нужно принести молочка. И это, а как, вот, понимаете, здесь такой очень сложный вопрос. Но тогда надо наших детей, получается, делать жестокими, да? Я вас как у психолога, у специалистов спрашиваю. Я говорю, понимаете, вот такой двойной стандарт. С одной стороны, да, мы развиваем в наших детях добросердие, сострадание, душевность, доброту. И вот на этих качествах, вот эти люди, у которых целью вести ребенка, они играют. Поэтому, ну, да, здесь нужно уже обучать, что свой, чужой. Ну, вот, если произошла беда, вот, нужно, вот, как-то, я не знаю, волонтеров привлекать. Как это происходит? Пометить своего ребенка чем-то, я не знаю, как, что сделать. И могут ли войти экстренно ваш отряд, поисково-спасательные люди, ну, допустим, родственники этого ребенка? Да, конечно. Ну, как это происходит? В случае, если вдруг вы потеряли своего ребенка из виду, я имею в виду не только визуально, да, но почему-то ребенок перестал отвечать на телефон. В этом случае обязательно нужно сделать два действия. Первое. Позвонить в полицию о том, что у вас пропал ребенок. И позвонить на нашу горячую линию. Мы нисколько не обидимся, если это будет, так называемый, лошадный вызов. Перестраховка, да, такая. То есть мы всегда говорим, лучше позвонить, потом начинать искать самим. Мы будем только рады, если ребенок найдется в ближайшие пять минут. Как только попадает к нам заявка на ребенка, мы реагируем круглосуточно и оперативно. Мы начинаем собирать информацию, готовить людей на выезд и собирать людей для того, чтобы оперативно найти этого ребенка. Ну, вот в Кемерово, получается, ваши коллеги оперативно что сделали? Они так как не могут сами завалы разгребать, да, и не пускают ждание? Да, они оказывают посильную помощь. Насколько мне известно, они помогают людям добраться до пункта сдачи крови для того, чтобы помочь. Ну, вот действительно требуется очень много крови. Посмотрите, вот сейчас у нас есть фотография, как люди стоят в огромной очереди для того, чтобы сдать кровь для тем, кто пострадал в этой ужасной... А на связи со студией заместитель главного врача бюджетного учреждения здравоохранения «Центр крови» Людмила Орылкова. Людмила Владимировна, вы нас слышите? Добрый вечер, Людмила Владимировна. Да, да. Ну, вот скажите, у нас в Омске достаточно ли крови, вот если вдруг, не дай бог, не дай бог, произойдет какая-то массовая трагедия? Да, и что мы, обыкновенные простые люди, как можем принять участие, стать донором? Какая помощь, может быть, нужна «Центру крови»? Безусловно, «Центр крови» постоянно поддерживает неснижаемый запас компонентов крови. Кроме того, имеются учреждения в регионе, которые заготавливают кровь и ее компоненты. И при необходимости мы готовы увеличить заготовку крови согласно поставленных задач. И служба крови Омской области всегда находится в готовности и окажет трансфузиологическую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. У нас есть опыт, мы участвовали в оказании медицинской помощи в случаях ЧАЭС. И те случаи, которые, вот к несчастью, тоже имели место на территории Омской области, всегда пострадавшие получали компоненты крови в необходимом количестве. А любой человек может стать донором экстренно? Потому что говорят, что что-то там есть, нельзя. Нет, имеются медицинские противопоказания для донорства. Тот, кто хочет прийти к нам или в плановом режиме, или в каких-то ситуациях. А МИЧ всегда очень активно откликаются на призывы о помощи. Безусловно, мы это знаем и всегда чувствуем, когда какие-то случаи бывают. И всю информацию можно почерпнуть на сайте центра крови, это ckomsk.ru, или в открытых интернет-источниках. Спасибо большое. Спасибо, Людмила Владимировна. Всех вам благ. Вот вы мне говорили в удивительном мире за кулисой, перед тем, как заработали камеры, что лучше ребенка фотографировать. Пришел в торговый центр, большая площадь, мало ли, я отвлекся, шмык-шмык-шмык, детеныш куда-то убежал, а потом ходи его с вещей и описывай на пальцах. Он такой у меня, вот такой, такой, такой. А тут надо мне вот это вот то, что вы говорили, сфотографировать. Есть какая-то памятка для родителей, вот если он собирается с ребенком посетить массовое мероприятие? Да, во-первых, мы всегда говорим, что когда вы идете на массовое мероприятие, вы должны иметь, сфотографируйте ребенка перед выходом или перед тем, как зайти в общественное место. Если, не дай бог, он потеряется, у вас будет даже в ситуации стресса, вы сможете объяснить и показать, как найти этого ребенка. Точно так же мы просим инструктировать детей перед походом в общественное место о том, что делать, если ты потеряешься. Договориться заранее, где вы встретитесь, если вдруг вы разменетесь. Кому можно обратиться за помощью, кому не стоит. То есть, как отличить полицейского и кассира от обычного человека. То есть, заранее проговорить с ребенком все эти ситуации, которые могут быть. Станин Александрович, где больше всего происходит пожаров? В частном секторе или по неосторожности рвутся баллоны в бятиэтажных домах? Должен сказать, что чаще всего пожары происходят в частном секторе. Но нам надо знать не там статистику, где происходит, на предприятиях или в общественных зданиях. Надо знать причину. А причина номер один – это человеческий фактор. Неосторожное обращение огнем. Практически это 80% всех случаев возникновения пожаров – это человеческий фактор. А если это человеческий фактор, значит, его надо обучать, начиная с детского садика и заканчивая, даже и взрослым, заканчивая студентом и взрослым человеком. Вот я не знаю, в студии у вас есть обучение по защите чрезвычайных сутатов? Да, нам даже фильмы учебные показывают. А это каждый год надо проходить в течение… Эвакуацию проводить. Эвакуация – это один раз в год. Два раза в год мы проходим. И это вот постоянно должно быть на контроле. А вот в торговых центрах должны проводиться подобные проверки, кто их должен инициировать? Руководство? Это же объект с массовым пребыванием людей. Грубо говоря, это мы не защитили своих детей. Это позор нам. Тут даже вопрос отпадает. Нужно проводить или нет? Обязательно нужно. И чтобы каждый должен действовать, начиная от рядового сотрудника, продавца и заканчивая директором магазина или арендатором. Все должны уметь действовать. Там, я как понял, в Керемере охрана не сработала. Теперь начинают… Она была отключена? Нет. Охрана. Сотрудники неправильно действовали. Что она отключена – это технический вопрос. А тут сотрудники не могли действовать по предварительным данным. Значит, они не проходили обучение, не проходили тренировки. А это страшно. Потому что люди не понимают, что они находятся, руководители особенно, что они являются владельцами объекта с массовым пребыванием людей. И это трудно внушить человеку. Даже в этом университете преподавателю трудно понять, что он отвечает за ту группу, которая стоит. Потому что вот в Московском корпоративном университете, когда услышали запах гари, что преподаватель сказал? Попросил студентов закрыть дверь, чтобы не мешало проводить занятия. Он что сделал? А когда открыли дверь, было уже поздно эвакуироваться. Это о чем говорит? Что безответственное отношение руководителей, в первую очередь, к выполнению мер безопасности. И в том числе и пожарной безопасности. У нас совсем немного времени. Несколько слов в заключении. На что, по-вашему, нужно обратить внимание, чтобы не повторялись вот такие случаи? Буквально каждый по фразе. Да, вот что произошло в Кемерово. Ну, чтобы уменьшить количество трагедий, нужно взять на вооружение то, что сейчас коллеги здесь рекомендовали. Возможно, из этой передачи многие зрители узнали эту информацию впервые. И теперь вооруженной информацией нужно ею пользоваться. И тогда количество трагедий реально можно сократить. Рада, на что бы Вы посоветовали обратить внимание в первую очередь? Я советую родителям понимать и оценивать риски того места, куда они отпускают ребенка. И заранее понимать, что будет, если там случится нештатная ситуация. Станислав Александрович. Ну, я думаю следующее. Что Российская Федерация подписала Синдайскую рамочную конференцию управления рисками бедствий. Там четко прописано четыре направления. Пока ни одного документа до уровня организации в связи с принятием этой программы не дошло. Поэтому я считаю, что надо на уровне государства именно выполнять требования Синдайской рамочной программы. И соблюдать технику безопасности. Извините, технику безопасности сейчас нигде в Трудовом кодексе не прописано. Меры безопасности. Вот такой, я думаю, жесткий разговор у нас состоялся. Но он состоялся для того, чтобы каждый из нас задумался о своей безопасности. И знаете, если в хорошем смысле этого слова мы вас немножко напугали, то значит свою задачу мы выполнили. Мы очень часто в своих программах, в своих прощалках с Натальей говорим, берегите себя. И этот вечер, тот еще вечер не исключение. С вами были Наталья Змага. Андрей Крылов. Берегите себя. Всего доброго. Субтитры подогнал Игорь Негода.